Привет, друзья! Сегодня рассказ о пустых баночках января 2018 года. Первые пустые баночки этого года. И давайте начнем. Начну я с крема для ног. Крем для ног подорожниковый. Ничего особенного повторять не буду. Маленький тюбик. Я не понимаю, зачем крема для ног делать в таких маленьких тюбиках. Хватает же буквально ненадолго. Постоянно нужно покупать новый. Очень неудобно. Но на самом деле, если крем не понравился, вот как вот этот у меня, то даже хорошо. Дальше ватные диски Ola Silk. Неплохие ватные диски. Дальше спрей для Tila Deep Stip Body Mist. Запахом Honey Dew and Sparant. Приятный аромат, но распылитель ужасен. Когда распыляешь, это средство все покрывается такой пеной. Течет по бутылочке. Очень неудобно. Я очень долго пыталась доиспользовать это средство. Но вот где-то на этом уровне оно у меня сейчас. И я решила, что все, я его закончу. Следующий мой любимый топ-код для лака для ногтей от Revlon. Quick Dry Top Coat. Почему-то Revlon пропал из L'Etoile. А в Eau de Boutte нету конкретно этих топ-кодов. Хотя они есть на англоязычном сайте Revlon. Скажите мне, если вы вдруг тоже таким не пользуетесь, где вы покупаете? Следующая моя добавка, которая бывает, по-моему, в моих почти каждых пустых баночках. Натрол Сайберри. Диета для метаболизма, энергии и так далее. Я многократно о ней рассказывала. В том числе о моих фаворитах iHerb. В моих старых видео. Много-много-много где. Покупаю ее с 2011 года и не могу без нее жить. Дальше закончила крем от чистой линии. Делала целое видео про эту линейку «Идеальная кожа». Крем, который контролирует выработку жира. На лбу, на носу я наношу только на эти зоны, поэтому он у меня еще не закончился. Этот крем я использовала на все лицо. Он содержит цинк и чайное дерево. Не содержит ни алкоголя, ни салициловой кислоты. Понравился. Хороший кремик на уровне такого же от Clinique. Из-за их линейки против воспалений. Но гораздо дешевле. Он стоит там сто с чем-то рублей. Пробничек массажного крема для ног. Я его использовала запахом мандарины Mango Spam. Это с iHerb пробник. Я влюбилась в этот аромат. К сожалению, на iHerb почему-то нету прям вот этого крема. Есть с этим ароматом по-моему скраб для ног или более густой крем. Не помню точно. Но я не уверена, что там будет такой же аромат. Опять же, напишите мне, любители iHerb, если вы вдруг пользовались. И знаете, что это за крем и где его взять. Дальше закончилась упаковка моих любимых салфеток для убирания жирного блеска на лице. Тони Молли. Я люблю салфетки, которые такие как прорезиненные. У Мак такие есть. На Тони Молли гораздо дешевле. Так вот они выглядят. У них есть еще другие у Тони Молли. Те не знаю. Я люблю именно вот такие. Ночная маска Тони Молли Мэйджи Фуд Банана. Отличная упаковка в виде банана. Пахнет таким немножко искусственным бананчиком. Я частенько, кстати говоря, даже наслаждалась этим ароматом. Таким достаточно отвлекающим от повседневной жизни. Но особого эффекта я не увидела. Это маска, которая наносится поверх всего ухода вечером. И я с ней спала. На утро она смывается. Соответственно, не увидела ничего вау-эффекта. Повторять не буду. Но спать с ней, кстати говоря, было вполне нормально. Я к подушке не прилипала. Жидкость для снятия лака я самая. Жидкость как жидкость. Единственное, что удобная очень упаковка, где просто прикладываете ватный диск. И не нужно ничего открывать и наливать. Закончился мой любимый шампунь от Palmers Coconut Oil Conditioning Shampoo. Он не раздражает мою кожу головы. Очень нравится. На очереди очередная баночка. Купаю постоянно на iHerb. Мой любимый шампунь для моей чувствительной кожи головы. Жирной кожи головы, сухих кончиков. У меня длинные волосы. Классная вещь. Отлично промывает. Несмотря на то, что он без SLS. Дальше эссенция от Kiehl's. Такой вот пробник. Iris Extract Activating Treatment Essence. Я люблю эссенции. Корейские, японские. Люблю Hada Labo. Но вот это я вообще ничего не заметила. Единственное, что я заметила, что у меня было подозрение, что она вызывала у меня прыщи. Последняя, да, последняя. В этом месяце мало пустых баночек. Все, видимо, будут следующим. Это уже из адвент-календаря Look Fantastic, который я открывала в декабре. Закончила. Это Dr. Botanicals Moroccan Rose Superfood Facial Oil. Приятная вещь. Такая розовенькая жидкость. Быстро впитывается. Больше похоже на воду. Пахнет очень сладко. Пахнет такими сладкими конфетками. Ну, я говорила, в общем, в своем обзоре на продукты из бьюти-календаря. Адвент-календаря Look Fantastic о ней. Почему я быстро закончила? Во-первых, потому что я старалась ей пользоваться. Во-вторых, потому что при первом же использовании я нечаянно ее задела. И почти треть вылила на столик. Поэтому мне оставалось использовать только две трети. Ну и вот она была в одном из последних дней календаря. Так что за месяц две трети этого средства ушли. Не могу сказать, что мне понравилось. Покупать не буду. Искать не буду. Розы здесь нет. Здесь совершенно другой состав. В общем, вообще средства этого бренда довольно странные. Хотя и выглядят такими. Вроде как такой упаковка из бурого картона. Vegan Friendly. Бутылочка с пипеткой. Но, не знаю. Я не впечатлилась ни ароматом, ни действием, ни цветом. Ничем повторять не буду. Но хорошо, что попробовала. Потому что теперь их покупать не буду. Это все, что у меня закончилось в этом месяце. Надеюсь, видео было достаточно интересным для вас, чтобы подписаться на мой канал. Поставить большие пальцы этому видео. И оставить ваши комментарии внизу. Буду очень ждать вас в моих следующих видео. Увидимся. Пока.